В общем-то, всем привет, ребята, с вами Бодя, и у нас сегодня непослушный ребенок стал отцом Майнкрафт-жизнь ютубера. Короче, я могу сказать одно, то что у нас стримы в 19.00 по Москве. Заходи, мы там выживаем. Сегодня будет второй день выживания, в 19.00, стрим по Майнкрафту. Заходи, я тебя жду, я жду каждого чувачка и чуиху. Ребята, перед началом этого видео небольшая реклама. Хочу рассказать вам о компании Сэй. Это инвестиционная компания, которая вкладывает свои активы в сферу биотехнологий. Это одна из самых прибыльных сфер в 2020 году. Сэй работает только с теми компаниями, акции которых начали сильно расти с начала года. Ее главные особенности, это вклады, начинаются всего от 100 рублей. Вывод доступен 24 на 7, а срок вложения вы выбираете сами. Вы можете приумножить ваш бюджет до 30% в месяц. На сайте компании вся информация предоставлена в более подробном и понятном формате. Переходите, развивайтесь в области инвестирования вместе с Сэей. Ссылка в закрепленном комментарии. Бомжара, слезь с окна, слезь с окна, сейчас выпадешь случайно. Ванчос, ты мне тоже там не топчи, не топчи. Так, давайте я чуть-чуть погромче Едисуна сделаю. И ты, слез оттуда, слез оттуда. Так, Геннадий Петрович, где Геннадий, Геннадий? Мне больше знать, чего это, Геннадий? Слез со сральника Геннадий Петрович. Господи, помилуй, за что мне такое наказание? Кто подумал, что если у меня есть мелкий, как мой сын, то мне еще можно 7 детей сюда приплюсовать? Это же просто невыносимо. Как бы дети цветы жизни. Но на самом деле мы разрушители просто жизни. Господи, ядрить, колотить. А вы можете хотя бы успокоиться. Лайк, 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 что я не забыл. Колокольчик, кстати, включайте. Пожалуйста, на пару минуток. Вот как Аленка. Аленка повзрослела, Аленка стала адекватной. Ваня, слезь с камина. Вот это вообще жопу себе подожжешь. Сядьте, пожалуйста, на минутку. И скажите мне, где мелкий. Я мелкого найти не могу. Уже мелкий вон, с бородой. Я не знаю, сколько... Да, нет, 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 это бородач как раз. А что бомж-то маленьким стал? И вот спрятали-то. Так, дети, все за мной. Все за мной. На втором этаже у меня есть холодильник. На втором этаже есть много вкусняшек. Я не могу. Все за мной. Ищите, пожалуйста, мелкого. Потому что я даже не знаю, где он спрятался. Ваня, вылези из моего душа. Вылези оттуда. Бомжара, с ванны. Вот как отцом становиться. Запоминайте. Вылез, вылез. Хотя нет, на самом деле, тебе бы не помешало помыться. Поэтому можешь мыться. Так. Бомжара, да. Мелкого нет. Ни на первом этаже, ни на втором этаже. Говорит, в туалете. Степановна, Елена Витрянькина, хватит в компе задротить. Слезли оттуда. Все. Так, вкусняшки, вкусняшки. Может, вкусняшки смогут их немного задержать. Ну, тор, 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 да. Дети. Я надеюсь, они никак пира не будут. Тортичек. Налетайте все на вкусняшки. Одна шлицом в него ударяется. Михалыч, ты тоже не стесняйся. Налетай. Михалыч, что ж ты маленьким-то стал? Так. Жопа всей моей жизни подкралась незаметно. Надо еще их немножко будет потом поотвлекать. Так, дети, будьте тут. Когда все захомячите, спускайтесь на первый этаж. Аленка, Аленка, ты здесь самая адекватная, походу. Ты мелкого не видела? Я его просто уже целый день не вижу. Нет, не видела. И видеть не хочу. Значит, знает где. Ты что, думаешь, выросла? Начала разговаривать, тебе все позвольно? Зажралась просто ЧСВ-шная. Так. Ладно. Дети! Все на первый этаж. Мне надо вам что-то рассказать. Давайте быстренько. Так. Спускайтесь. Давайте, давайте, не стесняйтесь. Все сюда. Дядя Эдик вас ждет. Давай, давай, давай. Дядя Эдик, вот это пипедик. Все на улицу. Все на улицу. Пипец. Гулять. А давайте пойдем погуляем, а? Ты же их потом собирать будешь, Эдисон. Топ, а че? Топать? Так вот, че? У вас детей принято вместо нормального прохода через окна прыгать и ноги. А еще второй. Этаж полезли. И все ломать. Так. Аленка, пошли на улицу. Давай, пошли на улицу. Че ты сидишь-то здесь одна? Мне и так хорошо. Никуда я не хочу идти. А, ну я не удивлен. Это, короче, тюлень. Отстаньте от меня все. Тюлень. На поиски вот этой бабки-ежки. Только бабка-ежка одна знает, как превратить вот этих детей обратно в себя нормальных. Их нет уже. Я уже не знаю, как отличить этих детей, чтобы они не сломали мне к чертовой бабушке всю квартиру. И где мелкий-то? Пропажа наша объявилась. Ты где был? Ты где? Давай рассказывай. Где Степа? Где Рикардо? И где бабка-ежка? Так. Ну? Мелкий! Мелком у нас разница. То есть они ее не нашли? Столько времени прошло, они до сих пор ее ищут? Бесполезный. Что Степа бесполезный, что Рикардо бесполезный. Мелкий, мне нужна твоя помощь. Мелкий. Я бы посмотрел, какой Рикардо маленький выглядит. Ты как бы мелкий, и они как бы тоже мелкие. Поэтому на детском каком-то языке объясни им, пожалуйста, по-детски, чтобы они вели себя нормально. А то меня они вообще не слушаются. Давай. Они же не поймут. Что? Слушай, мелкий. Что? То есть Степа. Погоди, я что-то не понял. Он выбросил блоки, и они все поняли? А с себя родитель, походу, лучше, чем с меня. Ты как их рассадил-то так быстро? Все, дети, вот так сидите на месте, а то если вдруг кто-то встанет, мелкий опять там рогаткой будет угрожать. Да, мелкий? Вот-вот, будете послушными, потом придете и скушайте очередной третий тортик за день. Только смотрите, чтобы сракостанцы у вас не слиплись. Обратно по местам. Велкий, угрожаем рогаткой, если они не понимают. Обратно по местам, обратно по местам. Поползли. Короче, дети, у нас такая беда. Скоро придет дядя Степа, муж Маргариточки. Скоро придет Рикардо, это такой мужик, который всегда в трусах ходит. Скоро придет бабка Ёшка, это мама Елены. Едисон тоже всегда в трусах ходит во влогах. Ветрянка, если бабка Ёшка, конечно, жива. Потому что Геннадий Петрович в предыдущей серии ее с окна столкнул. Господи, какие страсти, я только сейчас понял. Короче, скоро придут взрослые, ваши папы, мамы. И тогда мы вас с маленьких превратим обратно в больших. Я разговариваю как придурок, а таким голосом вот. Но надеюсь, что все поняли, что я имею в виду. Да? Молодцы. Поэтому ждем. Нет, я ничего не поняла. Маргаритка, ты тупая, что ли? Я только что... Когда ребенку три года. Маргарит, ты что, тупая, что ли? Тебе уже целых три года. Две минуты это все объяснял. Так, короче, дети, просто ждем, когда придет бабка Ёшка. Все, налетайте, налетайте на тортик, давайте быстренько. Мелкий, иди сюда. Иди сюда, мелкий. Подойди. Надо что-то придумать. Как их сейчас занять на ближайшее время? Я думал, что Степа с бабкой Ёшкой уже давным-давно сюда придут. Их просто нет. Господи, да где они-то потерялись-то? Дети! А вы не хотите поиграть немножко? Вот как быстро сховячили весь тортик. Охренеть, уже торта нет. Прыгать, бегать, вот это вот. Давайте играть все, а? Играть! Да-да-да-э, дико-пипедико, ну все. Ха-ха-ха-ха. Все, все молодцы, давайте все тогда на поле. Все сюда сейчас займем. Я не могу. Знала бы Катя то, что у меня 8 детей, а посралась бы от удивления. А ты откуда у меня этих, откуда у меня эти дети, если я их не рожал даже ни с кем? Опа. А я помню, стрим был у Эдисона. Кстати, не забывайте, стрим в 19.00 по Москве ежедневно у нас по Майнкрафту. Кто просирает время и не успевает, то, ребят, вы просираете тот момент, когда мы играем в Майн. Вот понимаете, вот Майнкрафт, это означает, что это моя жизнь. Поэтому заходите. Мячик. Я что-то даже и раньше не замечал, что у нас такое красивое футбольное поле есть. Кстати, это хорошая идея. Дети, а как вам такой план, чтобы мы сейчас с вами сыграли футбол 4 на 4, пока бежит сюда бабка ежка, а? Хорошая идея, да? А? Молодцы. Тогда, мелкий, ты со мной в команде иди вот туда. Так, давайте со мной в команде тогда еще. Елена Ветрянко найди сюда. Ну и бомжара давайте со мной в команде. Все. Все остальные туда, туда, туда. Так, вот это бомжара, ты давай на ворот остановись, будешь отбивать мяч. И у вас кто-то на ворот, а давайте тоже остановитесь. Играем до трех голов. Мелкий, иди сюда. Нет, ты защитник, Елена Ветрянко. Мелкий, мы с тобой два нападающих. Иди туда остановись напротив меня. Знаешь, умеешь в футбол играть, нет? Все готовы? Не умеет. Ну тогда погнали, мелкий, лови пас. Давай, 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 давай. Главное, забить. Только, только, опа. Одного, одного. Сюда, сюда. И Маргарита Степанова. Да. Хорош. А что вы думали? Молодец. Детей выиграл. Красавчик. Как бы профессиональный скилл со временем не растеряешь. Я в детстве ходил, вот эти футбольные кружки, вот эти все. Я умею голы забивать, да. Мелкий, забирай мяч, забирай мяч. Счет 1-0. Мы пока лидируем. Сюда мяч. Ты пасуй, мелкий, ты не сам. Вот, вот сюда, на меня, на меня, на меня, на меня. Молодцы, молодцы. В ту сторону, мелкий, давай. Держи пас, держи пас, иди забывай голову. Да не в эту сторону. Господи, ты помилуй, дети. Вы вообще в футбол не умеете играть. Так, одна. Ой, Геннадий Петрович, извини. Не пей их. Он их случайно бьет из-за того, что... Дети по башке случайно стукну. Вот сюда, вот сюда. Опа, опа. И... Так, молоко. Хорош, 2-0. Детей выигрываем. Красавчики. Красосы просто вообще... Вы вообще не умеете играть. Футбол не умеете играть. Вообще ты, Иванчос, вообще не умеешь. Я-то думал, ты футболист вот этот деревенский. Фу. И куда ты побежал? Так, давайте. Счет 2-0. Ставьте мяч. Что, прости? У меня только один вопрос. Ты дебил? Ты на воротах должен стоять. Мяч сюда тащи. Ты что, Степкин, мопед староты взил? Мелкий, ты на перехвате. Ты на перехвате. Так, бомжара, можешь идти, я постою на воротах. Давай, давай, давай. Иди в нападение, в нападение. Забейте еще один гол, чтобы счет был 3-0. Третий гол. Забейте просто третий гол. Вы куда в мяч-то достали? Сюда, на поле. Мелкий, давай пас, пас. Ё, верный ты театр. Вы в курсе то, что это уже за полем? Там аут или угловой, не? Да насрать. На меня, на меня, на меня, на меня, на меня. Мелкий, иди на ворота, иди на ворота, на ворота. Давай, бей. Да. Все, до свидания. Короче, с вами вообще бесполезно просто играть 3-0. Вот так вздрючили каждого, кто здесь есть. Мелкий, давай пятюню, давай пятюню. Эпа. Молодец. Ну, ничего, ничего. Потом возьмете реванш когда-нибудь. Кстати. А где Ванчос-то, а? Кто? Мы что, опять его потеряли? Ну, ладно. Ну, все, дети. А сейчас молитесь, чтобы бабка Ёшка, Степка и Рикардочка пришли как можно скорее. А то я уже заждался, пока они сюда притащат свой пердак. Бабка Ёшка. Мы тебя уже заждались-то так долго, где была-то? Я пришла вот это вам помочь. Я пришла вам помочь. А Степа и Рикардо где? Я их за тобой отправлял, чтобы они тебя нашли. У нас тут проблема. Все детьми просто стали. Какой Рикардо и Степа? Никто за мной не приходил? Это хана. Ты сказал то, что они пошли их искать. В смысле? Степа это хрыщ такой в очках и такой усатый. Вот. В очках и усики у него есть. А Рикардо это мужик в трусах. Никто... За тобой никто не приходил. Мелкий, я же вас отправил искать бабку Ёшку. Куда они тогда пошли, если они её даже не искали? Ладно, дети. Неважно. Пошли сюда, бабка Ёшка. А куда они пропали-то я не пойму. Как ты видишь, какая у нас с тобой огромная проблема. Я-то использовал твою вакцину. Слава яйцам куриным. Они больше не заряжены вот этой красной... Слава яйцам куриным. ...на жопой ветрянкой. Но вот какая проблема. Они просто все стали детьми. Все. Как ты видишь. Вот бомжаре вообще 40 лет. Он бородатый, татуированный мужик. Три года. Типа маленький я уже. Жик. А сейчас он ребёнок. Прикинь. Бородатый. Бородатый ребёнок. Тебя искали для того, чтобы ты забабахала сейчас ещё одно зелье. Чтобы они стали нормальными. Да, милок. Неправильно ты походу вакцину сварганил. Я сварганил? Это ты делала вакцину? Я-то тут при чём? Ты чё на меня свои... Это правда. Вот эти косяки спихиваешь. Давай варгань новую вакцину. Новое противоядие. Вот этого детского запора какого-то. Всё, дети. Мелкий поугрожай им, чтобы они опять расселись. А ты... Да, давай начинай делать. Бабка-ёшка. Ну прям котёл сюда. Бомж не свалить в котёл. Так, дети. Кто хочет вкусный супчик? Супчик. Сейчас бабулька заварганит вкусный супчик из бомжары. Бомжар, а может ты слезешь оттуда, честно? Кто хочет вкусный... Помыться захотел. Супчик. Борщик. А? Бабуль, давай начинай варганить. Я уже не могу их сдерживать. Они сейчас просто съедят нас, чёртовые бабушки. Они сейчас сами будут так... Как бабулька всегда делает супчик. Она очень интересно это делает. Бабулька, стартуй. Аж лезь. Щепотка петрушки. Голова мне строку. Пу-у-у-у. Пустая бутылка. Ведро с лавой. Ведро с лавой. Я, я, я. Жопа мангуста. Где она отыскала жопу мангуста? Кстати, да, дети, жопа мангуста. Это у бабки Ёжки самый главный ингредиент для любого зелья. Запоминайте, если кто-то в будущем будет поступать на курсы молодого вот этого повара. Да, да, продолжай, бабулька, не отвлекаем тебя. Доширак. Доксальная шаурма. И пару кусочков динамита. О-оу. Ага, и процесс зелеварения пошел. А сейчас, дети, бабка будет вот эти шаманские ритуалы всякие проделать. Поэтому быстро все забежали в гараж. Быстренько. Сейчас бабулька всем супчик здесь наварганит. Давайте, давайте, заходите, заходите. Еленочка, поменьше вопросов. Твоя мама делает вкусный супчик. Все, давайте все становитесь вот сюда. Мелки. Мама. И мне нужна твоя помощь. Иди вот тоже сюда. Найди этих двух обормотов. Этого Степу Сраного. И Рикарду. И перетащи просто за шкуру сюда их. Пошли искать бабку Ёшку. Бабка Ёшка сама себя нашла. А они куда-то потерялись. Бабуль. Только, пожалуйста, не ошибись с зельем. Сделай все по-человечески. Хорошо? Чтобы они не стали еще кем-то там другим. Милок, все готово. Точно все готово. Это то самое нормальное зелье? Ну тогда пошли. Давай, давай, давай. Дети, все дружно в кучу. Стали дружно вот так. Давайте, соединитесь. Опа, Ванчоса. Мы уже думали, ты потерялся. Все готовы? А я не помню, что он был. К супчику вкусному. Тогда, бабулька, давай. На счет раз, два, три просто бросай. И раз, и два, и тряс. Так. Так. Они, походу, опять парализованы. Это всегда хороший признак. Ну, только в том плане, что начинает работать зелье. Все, детишки, мы скоро... Я надеюсь, они не взорвутся. Скоро придем. Надеюсь, с вами все будет хорошо. Давай, бабулька, выходи. Опа. Если ты опять там что-то не нафаршмачил, это будет просто замечательно. Давай скрестим с тобой пальчики. Но ты на всякий случай давай продолжай варить еще какое-то другое зелье. А то, зная тебя, они сейчас могут, не знаю, мистерами-криперами стать. Давай, бабуль, заходи. Пожалуйста, 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 пожалуйста... у меня есть вариант того что они стали невидимыми спасибо бульты только что все моих друзей просто с лица земли чертовой бабушки стерла где они и оперный ты театр чего бомжара ваня елена а подойдите все сюда пожалуйста на секунду бабулька с башкой что не были детьми хочу натворил я бы счастлива что она натворила у меня слов нет вообще тараканами просто сделала класс виде делать другое зелье иди делать быстро другой быстро давайте делать не по плану вся твоя жизнь пошла не по плану бабулька дети одну секунду мы сейчас исправим вот эту и сплошность готов другой зелье ну слушайте это я я у меня слов нет я не знаю что сказать типа но это жестко короче мне зашло я надеюсь то что они все-таки ну я я лично действую что с ними все в порядке будет потому что если все в порядке не будет это будет очень хреново я я жду просто следующей серии так лайк у меня поставлен стрим 19 москве да господи не забывайте вы заходить на стрим смотреть прохождение выживание потому что она как бы не всегда он пропустите не поймете же ничего вот поэтому с вас я попрошу лайк комментарий ссылка если что закрепленном комментарии смотрите там вот поэтому с вас лайк подписка и колокольчик рубаем и до новых видео да